В песне поется оборона Москвы и начиналось контрнаступление. Их было три брата. Отец мой третий. Первый Валеев Мухаммед Вафа Мухаммедович. Второй Валеев Абдул Мухаммедович Абдулла. Все трое они попали в действующую армию. Начали воевать тоже вместе в одном пехотном подразделении. Потом среднего брата ранили, через некоторое время и старшего. Так фронтовые дороги братьев разошлись. Папа мой остался так и воевать. По сути дела с 42-го года он воевал по 47-й год. Хотя война у нас закончилась в 45-м году. Он в 45-м году войну заканчивал Прибалтики. Ну, в связи с тем, что с командиром очень хорошие отношения были. Командир, видимо, любил этот солдат. И он сказал, ничего тебе делать дома. Ну, они все знали, что после войны тяжело было жить на гражданке, особенно за холодности нашим. Родом-то мы ищу вашей. Давай-ка, Сулейман, оставайся и будем служить вместе. Вот с 45-го по 47-й год он еще продолжил службу или войну, воевал с лесными братьями Прибалтики. Но это все было потом. Впереди у рядового пехоты Валеева было еще много свершений. В 42-м прошли они Калужский котел. Очень жестокие сражения были. Жестокие сражения. Он пехотинцем как начал, так пехотинцем. Как он говорил, я, говорит, из Подмосковья до Прибалтики пешком прошел. 42-й год Морозов кирзовы сапоги и шинель. И самые интересные его высказывания были, когда его в армию забирали, его дядя участвовал в гражданской войне прямо, говорит, перед выездом сказал, Сулейман, никогда не бери вещи убитого солдата. Сразу уйдешь. Вот 42-м году, говорит, Морозов за 40 градусов я, говорит, шинель лежит, говорит, немец лежит на ней. Наши бывали, говорят, хорошие шуби, теплые шуби. Вот рука, говорит, тянется к этой шубе, вспоминаю, что дядя сказал, и все. Так с своей шинелью и дошел. Ранение не удалось избежать и Сулейману. Был ранен, провел в госпитале два месяца. Потом, благодаря солдатской смекалке, попал в минометчики. По фронтовой работе он выступил с распредложением, которое успешно применялось потом во всей Красной армии. Когда начал служить в минометных частях, по сути, говорит, мое распредложение было принято. 42-й уже, он после этого пришел зимой, минометы таскали, говорит, как ранцевые минометы были, на себе. Я подхожу, командир говорит, и предлагаю. А зачем таскать? Давайте сделаем саночки и саночка. И мобильные получаются, и легко. И командир говорит, ну-ка, давай попробуем сделать. Первые пятого сани сделали, минометы установили на эти сани и вперед. И у нас, получается, мы выходим, отстрелялись и моментально уходим. Не разбирать, ничего не надо, прямо на минометы. В это время рядовой Валеев получил звание ефрейтора и первую медаль за боевые заслуги. Кстати, по ошибке это звание ему присвоили во второй раз по окончании войны, и Сулейман Мухаммедович в шутку называл себя дважды ефрейтором. Сулейман Валеев оставил после себя большой и красивый дом, семерых детей, 29 внуков и пока только шесть правнуков. Семья помнит своего героя. Каждый год его фото несут в рядах бессмертного полка. Дети хранят медали и документы, хранят в памяти его рассказы, хранят образ этого обычного, скромного, но очень светлого человека.